Это Николай Левченко Слово «хунта» я сейчас не употребляю Близкий друг Рената Ахметова Народный депутат из Донецка Вы сейчас живете в Киеве? Да А как давно вы до этого жили в Донецке? Да Как давно вы переехали в Киев? Последний раз я был в Донецке 18 июня И тот самый человек, который на сессии Донецкого городского совета Попросил дать слово тому самому Павлу Губареву Дал возможность высказаться Павлу Губареву на сессии Донецкого городского совета Это действительно была моя позиция Он высказал всю свою дурь Она ушла в никуда Первое, признать, какой муран Украины в органах власти утративши времени Второе, признать существующий кабинет министров нелегитимную мурану Третье, признать нелегитимность главного совета в госадминистрации Сергея Таруты Но на следующий день на митинге у него не было никаких аргументов Обвинять, что ему не дают высказываться или не дают слов То Верховная Рада нелегитимна Вся полнота власти на Юго-Востоке передается местным органам власти На следующий день сепаратист Губарев собрал многотысячный митинг под российскими флагами Сегодня депутат подозревается в сепаратизме, заявил глава СБУ Валентин Наливайченко Возможно, именно поэтому Левченко согласился рассказать украинским сенсациям В чем, по его мнению, он не виновен? Призвали жителей Донбасса успокоиться Призвали жителей Донбасса не брать в руки оружие Я выступал и объяснял, зачем захватывать областной совет В чем виноват? Не чувствуете своей вины в этом, в том, что произошло? Не чувствуете, что вы могли это остановить? Безусловно, вину свою здесь не чувствовать невозможно Чувствую свою вину Я, наверное, нужно было активнее выступать И будет ли бежать из страны? Я буду бороться здесь за свою репутацию, за честь и достоинство в рамках закона Украины Несмотря на многочисленные доказательства Ночью тронулись колонны и оказались утром уже возле границы Потом заехали сюда На саму территорию Украины Депутат упрямо продолжает не замечать российскую армию на украинском Донбассе А как вы относитесь к тому, что на Востоке, и этому очень много доказательств, воюет российская армия? Плохо отношусь Категорически плохо Я не знаю, зачем ехать человеку из Рязани Брать в руки оружие И давать интервью, что он здесь доброволец Он воюет, он помогает Есть много доказательств, что на Донбассе воюют не только добровольцы российские, но и регулярная армия И этому подтверждение то, что введены санкции Почему введены санкции против Российской Федерации? Не из-за добровольцев, которые приехали из Рязани? Вы как считаете, по вашей информации? У меня нет такой информации Ребята, кто из России именно? Нет, все Все здесь в России Левченко регулярно ездит в Москву для выступлений на вражеском телеканале «Россия-1» Хотите быть политиком? Он старается направо Там надо высказывать точку зрения Там надо ехать Там надо бороться Потому что эта площадка огромная Эти телеканалы смотрят десятки миллионов человек В том числе эти телеканалы смотрят и сегодня в Донецке И совсем не скрывает Давно знаком с сепаратистом Губаревым Губарева я знал довольно-таки давно Он был депутатом районного совета Куйбышевского районного совета И знал я его как парня С такой очень резкой, радикальной точки зрения Он был от партии Натальи Ветренко Юго-Восточную Украину я называю Новороссия Юго-Восточная Украина Юго-Восточная Украина Юго-Восточная Украина Юго-Восточная Украина Юго-Восточная Украина Юго-Восточная Украина Юго-Восточная Украина